Палачанин Виктор Еронько попал на фронт в августе 1942 года. Уже год, как его родной город, был оккупирован гитлеровскими захватчиками. К июню 1944-го 24-летний молодой человек стал наводчиком орудия 922-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта. Особенно Виктор Еронько отличился при освобождении Беларуси. Осенью 1943-го артиллерист чудом остался в живых, единственный из всего взвода. И почти сутки сражался, побившись танков и в одиночку удержав до подхода своих переправу на реке Сош. Высокого звания заслуживал бы даже один этот подвиг. В октябре 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, сержант Виктор Еронько удостоен звания Героя Советского Союза. Еронько прошел боевой путь от Ржева до Берлина и даже оставил на стенах Рейхстага свой автограф. А после Великой Отечественной войны участвовал в возведении молодого Новополска. Одна из улиц в молодом городе названа именем Героя Советского Союза. В июле 1944 года, когда Беларусь очистили от коричневой чумы, на фронт попал Петр Куприянов. Он стал разведчиком Первого Прибалтийского фронта. 2 ноября 1944 года на одном из участков у высоты возле поселка Некраце в Латвии наступавшие подразделения натолкнулись на серьезное сопротивление фашистов. Было предпринято несколько попыток стрелковых атак, но их встретил пулеметный огонь. Погасить огневую точку оказалась сложнейшей задачей. Амбразура Дзота была узкая, и взрывы гранат не наносили урона ни пулемету, ни гитлеровцу. Петр Куприянов укрылся недалеко от Дзота. Внезапно он поднялся, добежал до огневой точки и упал грудью на амбразуру. Бойцы, видевшие подвиг своего боевого товарища, бросились вперед и овладели высотой, но уже без опытного разведчика Куприянова. В марте 1945 года его представили к награде Герой Советского Союза. Спустя годы именем Петра Куприянова назвали одну из улиц в древнем Полоцке. Субтитры создавал DimaTorzok